Это итоги недели, какими их видит редакция Альтекс Медиа. В студии Алексей Соломаха. Здравствуйте. В выпуске. На МЗ Винпром состоялась важная практическая конференция. У Артёмовцев, чей возраст делится на три, остался месяц на бесплатную диспансеризацию. Артёмовский городской округ ждёт калейдоскоп молодёжных концертов. АКТП. Знакомимся ближе. День матери отметили самые маленькие артёмовцы. Среднеуральские призывники отправились служить на Дальний Восток. Несмотря на имеющиеся в нашем округе проблемы, нельзя отрицать, что отдельные предприятия показывают отличные показатели развития. И флагманом среди них является гордость муниципалитета МЗ Винпром. Артёмовский машиностроительный завод Винпром – флагман отечественного машиностроения. В очередной раз принимал гостей. Площадка предприятия была предоставлена крупнейшей российской угольной компанией АО «СУЭК». Акционерному обществу «Сибирская угольная энергетическая компания», штаб-квартира которой располагается в Москве. Объединяет «СУЭК» 15 шахт и 12 разрезов в Сибири и на Дальнем Востоке. С Артёмовским машиностроительным заводом «Винпром» компанию связывает давнее сотрудничество. Компания «СУЭК» – одна из ведущих угольных компаний Российской Федерации. Ею добывается одна треть добываемого в России угля. За прошлый год нами добыто 105,4 миллиона тонн. Это рекордная добыча компании «СУЭК» и она за последние 10 лет резко возросла. В то же время единичная добыча очистными завоями достигает до 1,5 миллиона тонн в месяц. Так, лавой 5003 на шахте Ялевского мы в августе месяце установили мировой рекорд, добыв 1,567,000 тонн угля. В рамках выездной учебно-практической конференции по аэрологической безопасности представители большой компании «СУЭК» из разных уголков страны собрались обсудить с руководством, инженерами и конструкторами Винпрома актуальные вопросы вентиляторостроения, модернизации вентиляторов, главного проветривания. От имени руководства Артемовского машиностроительного завода гостей поприветствовал первый заместитель генерального директора АМЗ Винпром Павел Вяткин. Открывая конференцию, он рассказал о том, что из себя представляет завод сегодня. В прошлом году мы отметили 75 лет и по праву называем сейчас одним из мировых лидеров вентиляторостроения. За последние 10 лет на заводе была проделана огромная работа и сегодня мы вам это все покажем, вы сможете это увидеть. Мы модернизировали все производственные переделы, начиная от заготовительного участка и заканчивая сборкой, сваркой и прочими процессами. Мы приобрели уникальное оборудование. Установки плазменной резки Мессер, две штуки, причем одну купили буквально 9 мая этого года, ввели в эксплуатацию. Есть у него определенные особенности, которые я сегодня о них расскажу. Фанцет, гибной станок НОДИ, обрабатывающий центр ПАРПАС, много-много нового оборудования, которое вы сегодня увидите. Все это нам помогает создавать качественную, надежную продукцию, которой вы пользуетесь, либо будете пользоваться. Павел Вяткин также отметил достижения завода в сфере энергосбережения, рассказав о реализации программы, позволившей предприятию, несмотря на рост объема производства и рост тарифов, потреблять ресурсы в экономичном режиме. Говоря о модернизации продукции завода, Павел Вяткин рассказал о новой линейке вентиляторов. Мы вышли на рынок с новой линейкой вентиляторов, ВОА, вентиляторы встречного вращения, вентилятор с поворотными лопатками на ходу. Сегодня мы вам его продемонстрируем на стенде, как вы его увидите. Если для наших разработок требовалось привлечение ведущих специалистов, мы их привлекали. Фамилии, я думаю, что Градиенко, Юрий Анатольевич, КБ Аэровент, Франк Шиллер, компания Хауден, как бы вам известно. Александр Михайлович в последнее время очень активно нам помогает в расчетной части наших установок, наших вентиляторов. Поэтому, благодаря этому, мы готовы предложить вам, как заказчикам, оптимальное решение по выбору вентилятора. Готовы подсказать, готовы помочь. На самом деле, это очень удобно и вам, очень удобно нам. В своем приветственном слове первый заместитель генерального директора АМЗ Винпром также рассказал прибывшим гостям о портфеле реализованных заказов, объем которых составил более 50 объектов. Павел Вяткин с гордостью отметил, что несмотря на то, что Винпром шахтной вентиляцией занимается очень активно, тем не менее, завод также развивает еще и линейку метрополитеновских вентиляторов. Основным и самым объемным стал доклад главного конструктора Артемовского машиностроительного завода Винпром Дениса Кутаева. В связи с тем, что в горной промышленности нет шахты с одинаковым параметром сети, поэтому и вентиляторы для их проветривания необходимо изготавливать с индивидуальными характеристиками. Ну и наша задача, как производителя, эти характеристики обеспечить. Накопленный опыт нам позволяет изготовить вентилятор, способный адаптироваться под любые конкретно вентиляционные сети. Все эти вопросы мы решаем на стадии выбора вентилятора, на стадии его проектирования. По словам главного конструктора АМЗ Винпром, при разработке и проектировании вентиляторов конструкторами-расчетчиками Винпрома используются разные методы. Среди них такой, как выбор аэродинамической характеристики. В нашей базе, так скажем, имеется достаточное количество аэродинамических характеристик, разработанных ведущим институтом в области аэродинамики, это САГИ. Ну а также больше сотни схем, разработанные и конструкторским бюро Аэровент, иностранными аэродинамиками, такими как Фанкшиллер. Также при проектировании вентиляторов определяется конструктивная схема, ну это всем вам, наверное, известная схема, одноступенчатые и двухступенчатые, с наличием или без наличия направляющих, справляющих промежуточных аппаратов. То есть все это определяется на стадии проектирования и выбора вентилятора под конкретную сеть. Обсуждая аэродинамические характеристики шахтных вентиляторов, начальником управления аэрологической безопасности предприятий АОСУЭК был поставлен вопрос по увеличению мощности и производительности вентиляторов АМЗ Винпрома. Тальц объясняет тем, что токи стадоров будут двигатели, должны быть равновешены, и у нас получается там на одном углу установки 30 градусов, но на одном углу 35, и он типа разрубает там на среднем 32, да. И понятно, ну высадили углы, чтобы эти токи были равны, никакой автоматики нету, никакой турнирки, это все что-то не вручном там это делается, да. Вот на ваших вентиляторах вы эту тему как бы развивали, понимаете, как вентилятор загрузить по полной мощности. Что используют китайцы, ну вот мне до сих пор неизвестно, я не могу понять. У них получается практически одинаковые лопатки, у нас ведь разные профилия лопатки на первой и второй ступени, и, соответственно, вот за счет вот этих разностей профилей и разности углов установки двигателя загружаем практически до максимума. То есть остается небольшой запас, но мы не можем полностью загрузить его на 100%. Все равно некий запас должен быть, но практически до максимума местного проекта, допустим, 14-й, мы продували два двигателя по 160 киловатт, у них загрузка порядка 150-154 киловатт. В ходе учебно-практической конференции ее участники акцентировали особое внимание на вопросе аэрологической безопасности. Так, по словам Олега Смирнова, возглавляемое им управление аэрологической безопасности предприятий АОСОЭК отводит одну из главных ролей данной темы. Потому что все последние аварии, которые произошли на шахтах России, они происходили по вине некачественного газоуправления, слабых вентиляционных схем. И руководство компании вопросам аэрологической безопасности уделяет большое внимание. Аэрологическая безопасность напрямую связана с любой вентиляционной системой шахты и работой вентилятора главного проветривания. Отметим, на предприятиях СОЭКа в основном используются вентиляторы местного проветривания для проведения горных выработок, а также главного проветривания производства АМЗ «Венпром». Поэтому подобные встречи необходимы как изготовителю машин, так и заказчику. В основном, то есть у нас опасность в шахте – это газ и пыль. Соответственно, этот газ мы можем как забрать дегазацией, но весь мы его забрать не можем. То есть частично все равно он останется. Поэтому важным является вентиляция, проветривание выработок. Главной задачей для представителей АОС «Венпром» было углубленное и детальное рассмотрение вопросов и предложение по газоуправлению и модернизации устаревших вентиляторов, используемых в шахтах. В основном направлении – это газоуправление. У нас ВЦГ-9, вентиляторы, которые действительно часто уходят из строя, горят двигатели. То есть здесь надо какой-то конструктив менять. Также много вентиляторов, которые уже выработали свой ресурс, которые еще в советские времена строили. Они продолжают работать, но нам уже, так как происходит дальнейшее углубление шахты, развитие сети шахтных выработок, необходима их замена на более мощные, более производительные вентиляторы. В рамках дискуссионной площадки прибывшей стороной были озвучены как замечания, так и рекомендации и предложения. Компания «Венпром», мы с этой компанией уже много лет. Отношения у нас очень дружественные. Те вопросы, которые мы ставим перед компанией, компания решается. Хотя мы не ставим простых вопросов. И то сегодняшнее обсуждение, которое было у нас здесь, вы тоже могли заметить, что иногда, может быть, мы там ставим такие не совсем реальные цели. Как отметил Олег Смирнов, компания «Суэк» ставится перед «Венпромом» весьма сложные задачи. И неспроста. Ведь достижение этих порой, казалось бы, нереальных целей придает стимула для развития «Венпрома» и интересного дальнейшего сотрудничества с «Суэком». Среди участников конференции были и представители науки. Так в своем докладе доктор технических наук, профессор Института горного дела имени Чинакала Сибирского отделения РАН Александр Красюк поделился научными разработками института в области модернизации вентиляторов. Современные материалы и новые методы проектирования позволили создать такие рабочие колеса, которые уже сейчас и Артемовский завод делает машины очень высоконагруженные. И мы там для вентиляторов метрополитеновских тоже в общем-то это умеем делать, эти методы расчета есть. У нас есть опыт модернизации вентиляторов метрополитеновских. Также у нас немножко другая идеология по сравнению с Артемовским заводом. Мы там боремся за КПД. Мы меняем роторную группу, вот эту двухступенчатую машину, одну ступень выбрасываем, оставляем вот здесь вентилятор один с другой аэродинамикой и напрямую двигатель соединяем. В общем, таких машин опыт мы имеем. Машины диаметром 2,4 метра, правда, по сравнению с шахтным мощность никакая, там порядка 55 киловатт. Но, в принципе, машины одного типа. Темы встречи были заинтересованы всем присутствующим. Ведь именно на таких семинарах проходит живое конструктивное обсуждение вопросов, возникающих как у заказчика продукции, так и у изготовителя. Ведь главной целью у АМЗ «Венпром» является качество выпускаемого продукта. Она система непосредственно касается, потому что мы непосредственно занимаемся вентиляцией современных шахт-рудников. Системы вентиляции все усложняются. Появляются новые требования как к системе вентиляции, так и к главным вентиляторным установкам. И вопросы как к разработке новых установок, так и модернизации существующих, они очень актуальны. Вообще мы постоянно сталкиваемся с продукцией компании «Венпром» у наших заказчиков на горных предприятиях. И есть такой общий тренд, которому компания «Венпром» соответствует. Общий тренд направлен на то, чтобы вентиляторные установки становились более энергоэффективными. То есть не просто выдавали свои параметры, производительность, депрессию. Артемовский машиностроительный завод «Венпром» старается идти в ногу со временем, учитывая в своих разработках вентиляторов все необходимые требования. И, тем не менее, из таких рабочих встреч специалисты завода стараются подчеркнуть максимум знаний, учесть все предложения заказчика. Мы с ОЭКом работаем на протяжении уже многих лет. Мы довольно плотно с ними сотрудничаем. Поставили большое количество оборудования для их шахт как местного проветривания, так и вентиляторов главного проветривания. И, естественно, что все пожелания высказаны здесь либо высказаны нам в процессе наших согласований каких-то проектов. Мы всегда все учитываем и стараемся полностью удовлетворить заказчика. Общением и решением возникших вопросов в конференц-зале Артемовского машиностроительного завода «Винпром» участники семинара не ограничились. Для них была организована экскурсия по производственным площадкам предприятия. Для того, чтобы каждый из прибывшей делегаций мог осознавать все возможности «Винпрома». Ведь для некоторых визит на завод состоялся впервые. Завершением конференции стали искренние благодарности в адрес руководства Артемовского машиностроительного завода «Винпром». Наше здоровье в наших руках – это утверждение можно часто услышать от врачей, которые из года в год твердят непреложную истину. Профилактика – лучшее лечение. В череде будней мы часто забываем о своем здоровье и порой, к сожалению, вспоминаем о нем, когда бороться с болезнью становится уже очень сложно, а иногда и поздно. Хороший способ оградить себя от лечения уже укоренившегося недуга – начать борьбу с ним на самой ранней стадии, когда медицинская помощь еще наиболее эффективна. Но для этого нужно выявить болезнь или ее предпосылки. Чтобы сделать это, достаточно лишь выкроить немного времени и пройти диспансеризацию в медучреждении. Диспансеризации подлежат граждане, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, то есть имеющие страховой медицинский полис. Диспансеризация проводится бесплатно. Подлежат граждане диспансеризации один раз в три года. Диспансеризации подлежат работающие и неработающие граждане, учащиеся граждане в возрасте с 21 года. Если ваш возраст делится на 3, то вы имеете право пройти диспансеризацию в текущем году. Например, 21 год, 24 года, 27, 30 лет, 33, 36 и так далее, 93, 96 и 99. Для обследования и консультирования в рамках диспансеризации необходимо обратиться с полисом ОМС в медицинскую организацию по месту жительства. Диспансеризация у нас проводится как в поликлинических учреждениях поликлиники Артемовского и поликлиники поселка Бланаш, также на всех 15 общеврачебных практиках и фельдшерских пунктах нашего района. Артемовская ЦРБ в декабре проводит специальную акцию «Диспансерные субботы», которая в первую очередь рассчитана на работающих граждан, которым сложно найти время в будние дни. Если ваш возраст делится на 3 и вы еще не прошли диспансеризацию, то по субботам вас ждут в поликлиниках, ОВП и ФАПах сел, где вы можете ее пройти бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. На обследование следует приходить на тощак, это необходимо для сдачи анализа в крови, а также с собой принести утренний анализ мочи. Прием анализов с 8 до 10 часов утра. Врачи всегда повторяют, что лечить болезнь, пока она еще только начинается, проще и результативнее, чем ее осложнения, которые могут привести к самым печальным последствиям. Поэтому внимание к своему здоровью позволит вам прожить долгую жизнь, не омрачаемую различными недугами. Показатель активности артемовской молодежи весьма высок. И это доказывают те мероприятия, которые постоянно проходят в нашем муниципалитете. В ближайшее время нас ждет целый букет приятных сюрпризов. В рамках акции «Молодежный десант», которая проходит в нашем регионе уже в седьмой раз, на территории Артемовского городского округа пройдет ряд интересных и полезных мероприятий, рассчитанных на самую широкую аудиторию. Завершением акции станет череда праздничных молодежных концертов, о которых рассказала заведующая отделом по работе с детьми и молодежью администрации Артемовского городского округа Наталья Лисовских. 4 декабря на базе образовательного учреждения «Российские железные дороги школы-интернат» состоится концерт. Далее 5 декабря в селе Мостовском на базе сельского дома культуры начало концерта в 17.00 часов. 6 декабря в селе Лебедкино на базе школы номер 19 пройдет праздничный концерт с 18.00 часов. В селе Шогринское концерт состоится на базе сельского дома культуры в 18.00 начало. 8 декабря в поселке Була-Наш на базе образовательного учреждения школы номер 8 концерт состоится в 18.30. И 9 декабря на базе дома детского творчества номер 22 состоится заключительный концерт, который пройдет начало концерта в 16.00 часов. Мы всех приглашаем, вход свободный, мы знаем, что ребята готовятся, будут ждать и сюрпризы, и творческие номера, интерактив с залом, поэтому мы вас приглашаем. Если вы хотите присоединиться к акции «Молодежный десант» или стать участником концерта, более подробную информацию можно получить в отделе по работе с детьми и молодежью администрации Артемовского городского округа, а также в образовательных учреждениях нашего муниципалитета. Продолжая молодежную тему, отметим, что большинство артемовских выпускников школ стараются попасть в крупные вузы и СУЗы, которые находятся в больших городах. Однако забывают о том, что и у нас есть место, где можно получить обучение достойного уровня. В Артемовском городском округе уже долгое время ведет свою работу колледж точного приборостроения. Его история начинается с 1942 года. За это время сначала техникум, потом колледж, улучшал свое материально-техническое оснащение, закупал оборудование и приборы для наглядного представления учебного материала. А сейчас сплоченный коллектив СУЗа ведет подготовку специалистов на очном и заочном отделениях. Мы побывали в этом учебном заведении и поговорили с его исполняющим обязанности директора Верой Останиной. Артемовский колледж точного приборостроения находится в центре города, является востребованным учебным заведением. Мы готовим специалистов по программам среднего профессионального образования, востребованными на рынке труда. Наши специальности являются актуальными. Так, на будущий год мы планируем набирать компьютерные системы и комплексы на базе девяти классов, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повар-кондитер. Это уже в рамках направления специальности ТОП-50. Это 50 востребованных профессий на рынке труда на территории Российской Федерации. Специальность, связанную с общепитом, выбирают и молодые люди, которых на курсе так же много, как и девушек. Кроме этого, Артемовский колледж точного приборостроения в этом году принимал участие в международном конкурсе профмастерства WorldSkills 2017, где победу не одержал, но получил колоссальный опыт, который поможет в будущем. Еще одна востребованная специальность – это техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Под руководством опытного преподавателя студентам раскрывают все особенности работы и строения как двигателя, так и других составляющих машины. В рамках этой специальности дети могут пройти обучение по курсу вождения и получить права категории «Б». Пользуются спросом и другой факультет – компьютерные системы и комплексы. Студенты на уроках обучаются не только программам, но и навыкам умения работать с 3D-моделированием. Оборудование играет большую роль в обучении детей. Чем оно высокотехнологичнее, тем интереснее на нем обучаться. Поэтому именно я не упустила возможность поработать с микроскопом и увидеть строение чугуна двух видов и стали. Тем более высокоточные приборы позволяют рассмотреть даже мельчайшие детали. Заканчивая экскурсию по колледжу, мы убедились в том, что действительно от сессии до сессии живут студенты весело. И не только живут, но и обучаются разным дисциплинам, а также активно участвуют в жизни самого Артемовского колледжа точного приборостроения. В нашем муниципалитете уже стало доброй традицией провожать призывников на службу в ряды Вооруженных сил России. Так, чтобы теплые воспоминания об этом дне долго согревали душу наших ребят в самых непростых условиях. Этот осенний призыв не стал исключением. С бодрым патриотическим настроем молодые защитники Отечества приветствовали гостей митинга. Со своей стороны поздравить уральских новобранцев, которым предстоит нести свою службу в Восточном военном округе. На дальневосточных рубежах прибыли представители военного комиссариата Свердловской области, региональных и муниципальных органов власти. В рамках торжественного митинга, посвященного отправке призывников, состоялся также молебен в честь прибывшей на сборный областной пункт Табынской иконы Пресвятой Богородицы. Командир крестного хода Георгий рассказал, что икона в 2010 году, возобновив свой крестный путь, уже побывала в 50 регионах России и в более 15 странах зарубежья. На протяжении восьми лет, сопровождая Табынскую икону Пресвятой Богородицы, командир крестного хода рассказал, что побывать им удалось во многих уголках нашей страны и целого мира. А в Артемовске на областной сборный пункт икона привела воля Божия. 350 уральских новобранцев, отправившихся на Дальний Восток, благословили на успешную службу священнослужители и сама Пресвятая Богородица. После молебна, благословения молодых ребят и слов напутствий, сопровождающие Табынскую икону Пресвятой Богородицы, поместили священную реликвию в автомобиль и продолжили дальнейший путь своего крестного хода. Представители войсковых частей Восточного военного округа, кто сейчас сопровождает уральских новобранцев до их места службы, со своей стороны заверили родителей и близких ребят, что их переживания и волнения беспочвены. На станцию Игоршина проводить сыновей, внуков, братьев и любимых. В этот день прибыло не так много родных и близких новобранцев, но тем не менее они были. Отметим, настроение у самих новобранцев перед отправкой было бодрым и оптимистичным, ведь у каждого из них впереди целый год пути становления настоящим мужчиной. Возможно, многие из ребят после службы выберут профессию военного и свяжут свою дальнейшую жизнь с армией. Конечно, для того, чтобы отслужить в армии, окончить школу или вуз, создать семью, нужно прежде всего родиться. И поэтому мама навсегда остается главным человеком в жизни каждого. С прошедшим праздником своих мам поздравили самые маленькие артемовцы. В Артемовском городском округе этому дню было посвящено множество мероприятий. Малыши в детских садах также готовились к празднику, чтобы порадовать своих любимых мам. Рисовали портреты, учили песни и стихи, репетировали танцы. На одном таком мероприятии побывала и наша съемочная группа телерадиокомпании «Альтекс.Медиа». Сегодня в нашем садике проводился праздник Дню Матери. Этот праздник уже стал традиционным в нашем садике. И сегодня участвовали дети всех групп. Ответственными были, конечно, самые большие ребята. К сожалению, наш зал всех родителей не может поместить. Ну, мамочки, спасибо мамочкам, пришли, посмотрели на своих детей, порадовали наши дети, своих мам. В России День Матери учрежден в 1998 году указом президента Бориса Ельцина. Но начал праздноваться задолго до этого. И правда, кто заботится о нашем будущем поколении? Не спит ночами, поет колыбельная, конечно же, мама. Какое самое главное слово. И печу-то, и малыши во дворе. Только мамы нас любят не за что-то, а просто. Только лишь потому, что мы есть, мы живем. Только к мамам идем мы по важным вопросам. Только им свои беды. Проблемы несем. Посвящаем мы мамам успехи, победы. А в День Матери, в праздник любви, мы желаем, чтобы их миновали все беды. Чтоб их дети им только лишь счастье несли. Не забыли воспитанники детского сада номер 21 и про бабушек. Множество песен и стихов сложено о мамах. Но кроме уборки, готовки обеда и ужина, мамы должны быть всегда красивыми и очаровательными. В роли стилистов на этом празднике выступили дети и преобразили своих любимых на свой вкус. Но и поздравления, конечно, никто не отменял. Также на празднике были спеты частушки о мамах, показаны танцевальные композиции, в том числе и флешмоб. Ко всем поздравлениям присоединились и сотрудники муниципального дошкольного образовательного учреждения номер 21 города Артемовский. Это были основные темы, которые за эту неделю наша редакция выделила для освещения. Еще больше информации из жизни муниципалитета и региона вы подробнее можете узнать в наших эфирах на канале ТНТ. Утром с 8.00 до 8.30 и вечером с 19.00 до 19.30. А также на официальном сайте телерадиокомпании www.altexmedia.ru В студии был Алексей Соломаха. Всего вам доброго. До свидания.